Новые машины для еще более эффективной работы правительство региона передало в распоряжение семи подразделений огнеборцев и спасателей современную технику, предназначенную для работы в арктической зоне. Под эти фанфары сегодня вручали фары, а с ними и другие комплектующие, собранные в новенькую технику. Сотрудники регионального управления МЧС и пожарно-спасательных подразделений области получили ключи от многотонных КАМАЗов и прочих парноколесных специального назначения. Важно, чтобы у вас были все условия для своевременной и качественной защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Предотвращать, тушить, спасать помогут автоцистерны, пожарный рукавный автомобиль, мобильный комплекс спецобработки, автонасосная станция, а также машина с краноманипуляторной установкой. Она уже побывала в деле. Спасали рыбаков в Онежской губе. Два снегохода загружено было, отправлена группа, пять человек, и автомобиль доставил их до места стоянки, разгрузил, и уже группа ушла на море на поисковую работу. Для работы в труднодоступных местах пригодится аэролодка «Север-750», а также снегоболотоход «Шерп». Его передали службе спасения имени Поливанова. Он предназначен для доставки грузов и поисково-спасательных групп по бездорожью и эвакуации пострадавших, в том числе населочных. Движется по глубокой снежной целине, по болоту, плавает со скоростью 6 км в час приблизительно. То он может подняться на кромку льда самостоятельно из воды. Кстати, пожарные спасатели получили сегодня не только технику. На сборах, посвященных работе территориальной подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧАЭС, губернатор Александр Цибульский вручил специалистам награды за весомый вклад в обеспечение безопасности населения региона. За прошедший год вы оперативно реагировали на опасные и погодные явления, предупреждали чрезвычайные ситуации, устраняли последствия природной стихии, повышали пожарную безопасность населенных пунктов, в том числе за счет развития добровольной пожарной охраны, приведения в порядок источников пожарного водоснабжения. Это тоже наша совместная с правительством работа. И я уверен, что в 2022 году нам это направление надо развивать, продолжать, поскольку это дает серьезный, позитивный результат. Усилиями огнеборцев и спасателей в прошлом году в области ликвидировано более 2,5 тысяч техногенных пожаров, на которых спасено 305 человек. Оперативно потушено 183 лесных пожара. Почти 800 раз специалисты выезжали на места ДТП, благодаря чему спасены 129 человек. Алексей Карельский, Александр Кузнецов, Регион 29.